Всем привет! С вами Точёный. Один из подписчиков попросил меня обозреть одну группу Мясо Торианства. Группа, которая посвящена хейтерству, веганству. Поэтому, если вы не любите мат, не любите эмоции, не любите всякие такие штуки, то не смотрите этот видос. Скорее всего, здесь всё это будет. И ещё одно предупреждение. Информации очень много, и чтобы не растягивать всё на час, я сделаю несколько частей. Что ж, поехали! Первый довод вегана. Ради сохранения своего здоровья, экологии планеты и прекращения страданий убийств миллионов живых существ, будьте веганом. Что нам отвечает Мясо Торианство? Веганство не гарантирует здоровье, а только ухудшает экологию, и веганы продолжают убийство животных. Ни одной ссылки, ни одного доказательства, аргументы и так далее. Просто пацаны пёрнули в лужу. Знаешь, этот их бекон меня уже достал. Дальше, конечно, они что-то такое приводят, но тут могли бы хотя бы дать какую-нибудь минимальную ссылку. Второй аргумент вегана. Выбор веганства – это выбор прогрессивных и гуманных людей. Что же нам отвечает Мясо Торианство? Что это выбор легко внушаемых эмоциональных людей. Это контркультура. Дальше дают нам определение слова «контркультура» и ссылочку на Википедию. Будто это что-то нам объясняет. И хочется сказать, что контркультура – это хиппи, панки, готы, рок. И всё в ссылочке на Википедию – это есть. И, по-моему, это никак не противоречит прогрессивности и гуманности. Ну, по-моему, вот вообще никак. И к чему это было говорить? Я не понимаю. И дальше они пишут, что этой контркультуре подвержена особенно молодёжь. Поэтому большинство веганов – это дети до 25 лет. «Я не понимал, что я ребёнок. Я думал, я старик на закате жизни». Ну, во-первых, молодёжь, в принципе, подвержена всему новому, потому что люди молодые, прогрессивные, опять же, и во всех новых течениях они участвуют. Какие-то течения отпадают, какие-то остаются. Но дети до 25 лет… «Сколько тебе лет?» «Семь, но я вывижу старше». «Серьёзно? Дети заводят люди семью, ходят в армию, возвращаются с армии. У них есть дети, они уже успевают развестись. Дети. Их могут посадить в тюрьму, их могут выпустить из тюрьмы, они могут опять успеть сесть. Но это всё-таки дети до 25 лет. Они ещё не социализировались в обществе, ещё учатся и не имеют достаточных знаний об окружающем мире и не имеют возможности зарабатывать деньги. Не социализировались в обществе. В 25 лет. Они где, в джунглях жили эти 25 лет? Ещё учатся. Где, блядь, они учатся в 25 лет? Могут только учиться в аспирантуре. По-моему, больше нигде. Если они ещё учатся в 25 лет, то речь идёт об умственно отсталых, которые учатся в 25 лет, наверное, ещё в школе. Не имеют достаточных знаний об окружающем мире. Ну, естественно, если человек делает что-то, что тебе кажется ненормальным, то это он просто не имеет знаний, а ты вот один такой умный и классный и не имеет возможности зарабатывать деньги. В 25 лет. Почему они не имеют возможности? Мне вот интересно. Ой, я веган и не могу зарабатывать деньги. Как это так как-то выглядит? Или о чём речь? Вот такую дичь написать, и это в начале вашего вот этого фака, и это вот фак мой мозг, реально, пацаны, ну, нельзя так писать. Если ваша аудитория принимает уже вот такие вещи, то ваша аудитория – это те самые люди, которые учатся в 25 лет, в 30, в 50 и учатся плохо. Следующий аргумент. Выбор веганства – это мой выбор. И нам мясо аудиториянство отвечает – это не ваш выбор. Вы всего лишь стали полезным идиотом. И дают ссылочку. Полезный идиот придумали умные люди, определение – это не мы, но это нам ничего не даёт. Потому что плевать, откуда взялся этот термин. Полезный идиот, который вербуется веганскими организациями, превращается в марионетку, ему прививаются воли их хозяев. Привет, РЕН-ТВ! Жида-рептилоиды из космоса Однобокая пропаганда Вита, Петок, СУС, ПСРМ, Майкл Грегор, Юровский, землянец, скотозаговор и так далее. Паблики ВК, и все они дают одну и ту же информацию и работают друг на друга, образуют приличную сеть по созданию толпы марионеток. Всё сгребли в одну кучу. Здесь и организации по защите животных, и отдельные пропагандисты, в том числе, которые ратуют именно за здоровье и фильмы, которые ратуют за экологичность. Разные стороны веганства всё сгребли в одну кучу и сказали, что это однобокая пропаганда. Она не может быть, в принципе, однобокой и давать одни и те же аргументы, потому что эти организации, люди и фильмы направлены на пропаганду веганства с разных её сторон. Ещё раз, этичность, экологичность и здоровье. Поэтому, пацаны, здесь вы уже обосрались. Зачем нужна толпа марионеток? Деньги, рэкет производителей товаров и услуг, создание нового рынка сбыта и этических товаров по завышенным ценам, продажи в аренду толпы марионеток для лоббирования коммерческих спонсоров. Итак, что такое рэкет производителей товаров и услуг? Приведите примеры. Там где-то они что-то прислали про какой-то цирк, но это как в лужу пёрнуть. Ты что, ты что сейчас пёрнул, что ли? Я ничего не понял, какая дичь у меня. Аминокислот не хватает это понимать. Создание нового рынка сбыта этических товаров по завышенным ценам. Что значит завышенные цены? Завышенные по сравнению с чем? Косметика, которая не тестируется на животных по завышенным ценам. Она завышена относительно того, сколько стоит косметика, которая тестируется на животных или она в принципе дешёвая, потому что животные не используются. Они завышают цены искусственно. Ну, где примеры тогда? То же самое про искусственную кожу и так далее. Продажа в аренду толпы марионеток для лоббирования коммерческих спонсоров. Как раз лоббирование коммерческих спонсоров очень распространено в США и сколько вот примеров конкретного лоббирования, что там люди сидят в здравоохранении, которые напрямую связаны с производителями мяса, молока, яиц и всего остального. Этих примеров и доказательств полно. И они касаются не только веганов, но и не веганов. Скандалы, интриги, расследования, всё это есть в интернете, отдельные статьи и так далее. А вот как лоббируются интересы коммерческих спонсоров веганов? Ну, где примеры, пацаны? Я бы почитал. Интересно. Ну и дальше они говорят о том, что веган может сколько угодно говорить о том, что он не любит Витапет, Эксус, Писерэм. Ну, интересно, что они тут не пишут про Майкла Грегора, Юровские фильмы. Они пишут только про организации по защите животных. Но он придерживается их идей. Ну, если веган этичный, то, естественно, он придерживается идей защиты животных. Репостит их материалы. Ну, и хочет, а репостит, хочет нет. Это о чём? И живёт по их принципам и воле. Респект, хиллоу, пацанам с РНТВ, опять же. И если ваши подписчики репостят ваши материалы, то они живут по вашим принципам и воле. И с одной стороны, вам повезло, что у вас есть такие марионетки. С другой стороны, если люди становятся марионетками таких групп, то они тупые. И у вас есть тупые марионетки. Ну, хорошо это или плохо, решайте сами. И давайте рассмотрим выбор мясоторианства. Ты, мой дорогой друг, рос в семье, где мама с папой говорили тебе, сынок, кушай мясо, мясо это заебись. Пей молочко, будут зубы, кости, мышцы и так далее. Ты, мой дорогой друг, рос, кушал, и вот ты добрался до компьютера. И пишешь о том, что веган, который этичный, ну, не нравилось ему изначально, что животных убивают. Или, может быть, стал не нравиться потом, он к этому как-то пришел. Который прочитал большое количество информации о том, что мясо вредное, молоко вредно, о том, что для экологии все это приносит определенные проблемы. Решил перестать жить так, как жил до этого, так, как ему навязывает общество, и изменил свою жизнь. И ты говоришь, что это не его выбор, но ты называешь своим выбором то, как тебя воспитали. Ты серьезно? Нет, ну ты скажи, ты серьезно. Ладно, давайте дальше. Да, и что касается рынка сбыта товаров, денег и всего остального. Дорогой мой друг, знаешь ли ты, что производство сельскохозяйственных товаров и особенно животноводство активно субсидируются государством, иначе производители просто не выживут, потому что себестоимость производства, особенно животных товаров, очень высокая, и потребители не будут их покупать по тем ценам, по которым они реально производятся. Поэтому государство подкидывает им денежку, дешевые кредиты и так далее. А отчего оно субсидирует? Да, из наших налогов, мой дорогой друг, поэтому завышенные цены это вот к тебе и про рынки сбыта. Они уже существуют, и они настроены на неэтичные вещи, неэтичную продукцию, питание и так далее. Поэтому тебе не нравится, что веганы будут формировать новые рынки сбыта, поэтому ты пользуешься старыми и говоришь о том, что веганы неправы. Ну, вообще молодец. И отдельное внимание здесь еще заслужат подделки фальсификат. Вырастить невкусную морковку на пестицидах, гербицитах и прочем это одно. Денег оттуда много не получишь, ну, конечно, это есть. А вот сделать левое молоко, продать тухлое мясо, напичкать его водой, солью и так далее. Тут сверхприбыли, мой дорогой друг. И вот с фальсификат именно животной продукции люди получают огромные бабки. Ну, это, конечно, может быть не совсем в тему, но просто имей в виду, что рынки сбыта в животноводстве намного интереснее, чем в веганстве. А если веганство будет развиваться, то рынки сбыта, естественно, перестроятся под веганов. И тогда уже я буду сидеть в такой группке и писать тебе всякие гарости. субтитры. Спасибо за субтитры.